Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили набор из двух танков М41Д и Шмаль Турм. Машина 6 и 7 уровня, два премиумных корыца, по-другому я их назвать не могу, потому что они крайне картонные и крайне неживучие. Две машины за 6000 голды. Мне кажется, что все-таки лучше за 5,5 взять Левчика, который сейчас в просто обалденном выгодном наборе есть в магазине. Но давайте все-таки возвращаться к этим товарищам. На каждого из них я сделаю отдельный обзор. Сегодня в первую очередь снимаю на М41Д и буквально через час на канале появится ПЗ-4С. Почему делаю именно так? Потому что у кого-то один из этих танчиков есть и смотреть 40-минутное видео ради того, чтобы увидеть ту машину, которая интересует, является не совсем правильным. Поэтому будем смотреть М41Д, но кратко про сам набор. 6000 золота за открытое все оборудование, две машины, два камуфляжа. Мне, допустим, вот этот вот нефритовый вообще не нравится. Это мое субъективное мнение. Может кто-то со мной не согласен. А без вот этого камуфляжа Шмальтурм не смотрится вообще. Потому что именно в таком виде он действительно выглядит классно. Пускай он не сильно бодро и хорошо играется, но внешний вид у него действительно достойный. И вот эта вот тематика Звездных Войн ему действительно подходит, исходя из вот этих вот экранчиков, которые свисают у него по борта. В целом больше в наборе ничего нет. Два слота в ангаре, само собой разумеющиеся. Открытое все оборудование, в принципе, не сильно дорогое и ни о чем. А Аватар, проходите мимо, уже поднадоел во всех наборах. И ничего из себя существенного как бы не представляет. По крайней мере для меня. Что касается того, когда вы покупаете машины отдельно. За 2500 вы купите себе Шмальтурма. Но обратите внимание, что вы покупаете себе машину не в ее легендарном внешнем виде. У вас просто будет вот такое вот серое корыто, которое ничем абсолютно не примечательное. Кроме, как я уже сказал, вот этих вот экранов противофугасных, которые находятся по бортам у машины. Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю ценник. Но к этому вопросу мы вернемся в следующем видео, которое, как я уже сказал, будет буквально через час. Возвращаемся к М41Д. За 4000 вам предлагают семерку. И я считаю, что это дорого. Забегая наперед, этот ценник завышен. Объективная нормальная цена для данного аппарата, ну пускай 3000 и тонна любителя. Но явно не 4 в голом ее состоянии. Было бы более честным, если бы здесь было открыто все оборудование, допустим. И хотя бы там какой-нибудь легендарный камуфляж туда впихнули. А так, по большому счету, 4 косаря крайне завышенная цена. Но это мое субъективное мнение. И здесь можно долго спорить. Вопрос просто в том, у кого какой кошелек и кто сколько готов отдать за машину и насколько она вам нужна. Что машина собой представляет? Давайте будем обсуждать все поочередно. Начнем именно с оборудования в виде орудия. Да, нет, не оборудования. Модулей. В виде орудия. Все остальное будем заценивать в боях. 3,4 время сведения. Все-таки долговатое. Потому что время перезарядки 3,58. 3,6. Да, время сведения чутка быстрее, чем время перезарядки. Но все равно, немножечко не дотягивает. Было бы лучше, чтобы хотя бы было там 3,2. А в идеале вообще 3 секунды. Разброс очень классный. Нормальные орудия очень точные. Здесь цепляться не буду. Урон в минуту 2847. И это действительно классный заявленный ДПМ. Который порой даже получается годно реализовать. Подкалиберные вам дают пробитие в 160 мм. Если вдруг не хватает и вы зашли против восьмерок, то 220 подкалиберные вам помогут. Но при этом ваша альфа упадет. Пускай незначительно, но все же падает. Со 170 до 145. Угол склонения орудия вниз. Минус 8. Очень бодро, классно и весело отыгрывается. Справедливости ради стоит отметить, что данная машина сущий лютый картон. Как и все легкие танки в нашей игре. Ну, может там пара исключений есть. Но в основном это машины, которые не терпят попаданий. Точнее, они их просто принимают как должное и, соответственно, отдают свою хпшку. Машина картонная со всех сторон, как ни крути. Более 70 мм с учетом каких-то там приведенок вы по машине не найдете. А вот нашел, если прям совсем в край, то будет 90. Короче, ребят, пробьют вас все, куда попало. Но машина обладает подвижностью. И это порой ее довольно неплохо спасает. Сравнивая с другими машинами, хотелось бы отметить, что заявленный ДПМ действительно очень-очень высокий. В конкуренцию входит только М41. У которого, в принципе, практически тот же самый ДПМ. Там на каких-то, грубо говоря, 30-40 единиц ниже. Все же остальные ребята существенно ниже ДПМ имеют. И это типа круто. Но по большому счету альфа в 170 никого не пугает. Да, вы очень часто через каждые 3,5 секунды не сильно, но все-таки жалите своих соперников. Но в стычке, когда вы пытаетесь кого-то перестрелять, да, когда один на один сходитесь, повезет только, если вы сможете нормально, бодро закручивать соперника и раскидывать ему по 170. Тогда да. Но в целом же, ребят, в альфе он очень сильно проседает. Что касается, ребят, подвижности, то, как я и говорил, машина очень бодрая. И да, лучше на 2 километра двигается М41, но все остальные ребята на уровне существенно отстают. Поэтому по бодрости М41Д, ну, безусловный лидер. Что касается доходности, я бы сказал, что удивить нечем. 150 процентов. Есть Type 62 со 164 мям, что гораздо выгодней. Ну и есть ребята, которые имеют тоже по 150 процентов. Поэтому здесь тоже особо, ну, скажем, не похвастаешься. Что касается, ребят, процента побед. 54 процента. Я бы сказал, что это годно, нормально. Лучше только Kunze Panzer. Ну, а все остальные, ребята, похуже будут. Ну, а тоже многие несущественно. А кто-то вообще ноздря в ноздрю 53.95 против 53.96. Ну, как бы понимаете, да. О чем я говорю, что тоже для хвастовства каких-то особых там поводов я лично не наблюдаю. Так что же собой машина представляет непосредственно в боях? Это веселый, бодрый танчик, который классно передвигается по карте. Который может поехать посветить и быстренько оттуда свалить в случае необходимости. Но без поддержки ваших союзников вам в бою делать нечего. Лететь, сломя голову, сразу куда-нибудь на передовую для того, чтобы всех засветить и бодро за 15-20 секунд отправиться в ангар. Это, в принципе, порой судьба данной машины, если вы будете упарываться и уезжать далеко от своих союзников. Я пытаюсь на данной машине играть в основном с кем-то бок о бок. Но не нравится мне отыгрывать на данном аппарате, уезжая от своих союзников. Вот с рушечкой сейчас поедем. Как-то странно прозвучало с рушечкой. Ну, ладно, хорошо. С рушкой. Не, не помогло, ребят. Короче, с 251-м мы покатаемся. Я попытаюсь сейчас дождаться каких-то засветов и по засветам отработать. Если не получится, буду перекатываться куда-то. Ну, просто потому что в наглую умирать первым у меня желания абсолютно никакого нет. Так. Кто-то будет бросаться в меня камнями явно в комментариях, что я там кустарник и так далее. Но, ребят, на машине, которая не обладает абсолютно никакими бодрыми показателями по живучести и по броне, по-другому отыгрывать, ну, это грех, реально. Так. Я не знаю, второй выстрел сейчас дал результат или не дал, но первый залетел, и это уже бодрое начало. Поскольку парень там пытался как-то дергаться, сипаться и пытаться спрятаться, я так понимаю, что, скорее всего, он здесь один. Поддержки у него особо и нет. Короче, еду на пролом. Дрифтуем, ребят, дрифтуем. В дрифте получаем непробитие. И то, что я говорил, что если у вас будет получаться закрутить вашего соперника, то будет вам счастье. Если вы этого не сделали, если вы попали под раздачу, ну, тогда, в принципе, молитесь. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не пробил, представляете? Вот сейчас мог его отправить в ангар, но, к сожалению, пока ограничимся одним фрагом. Ну и поехали в корму к нашим товарищам ПТ и ТТ для того, чтобы понакидывать урона. Как я уже говорил, подвижность нам это позволяет. Мы реально можем очень бодро передвигаться по всей карте, никого не боясь. Ладно, по поводу не боясь, это была безусловная шутка, потому что бояться надо и очень сильно играя на данной машине. Жду, пока подъедут наши союзники, для того, чтобы ВЗ-шечку немножко отвлекли. Не хватает пробития, а вот ему явно пробития хватит, даже если он меня вилкой ковырять начнет. Так. Ну давай, едь сюда. Едь сюда. ВЗ-шка, зараза. Так, кинул. Не пробил. Ну что, неужели никак, да? Ну ладно, попробуем голдой. Да ладно, друзья, ну как-то я не знаю, что-то там делайте. Пытайтесь вместе со мной, мне-то просто против восьмерок ковыряться-то сложнее, чем вам. Так, вот теперь нам надо ускориться и попытаться вот этого брата закрутить. Так, в принципе, ВЗ-шку мы приговорили. Я больше чем уверен, что у нас получится ее разобрать, главное, чтобы сейчас Тигрик не подъехал ВЗ-шку спасать. И в целом, да ну что ж такое, блин, сейчас мог еще один фраг сделать, забрали. Ну в любом случае, уже неплохо отыграли. Как я уже говорил, крутите, будет вам счастье. Так, поехали, поехали, поехали. Опять жду союзников. Без союзников, ребят, на данной машине не стоит куда-то прям совсем вылазить. У меня 540 единиц, в принципе, одну плюху-то я выдержу. Но это не то, чего я хотел бы. Я бы хотел все-таки подольше побыть. Ну, одну плюху я имею в виду, что даже если по мне закинут, то все равно меня таким образом не вынесут за один выстрел. Соответственно, есть у меня возможность будет еще один или два раза выстрелить. Но я боюсь, что я просто так не помогу своим союзникам, а больше бой солью. Так, сейчас я должен успеть проскочить и начать разбирать вот этого товарища. Есть. И против нас остается Тигр второй. У нас есть рушечка, которая... А что рушка делает, я не понимаю. Ладно, сейчас попробую подсветить. Оп. Ну. Рушка пошла. А теперь мое время. Нет, пробития. Враня не пробита. Так. Пробития. Так, голда мне в помощь. По-другому никак. Пробил. Пробития. Одну плюху я от него точно выдержу, а значит у меня хватит времени и сил для того, чтобы его забрать в ангар. Итак, ребят, три фрага. Что нам это дает по результатам? По результатам боя я думаю, что я нахожусь где-то хотя бы в топ-3 по урону, а может вообще даже занял первое место. Ну, сейчас посмотрим. Но в любом случае, мне кажется, что я был одним из тех, кто зарешал в данном бою. Три тысячи триста тридцать пять единиц урона, три сделанных фрага и при этом, ребят, знак классности первой степени. Мастера не получил. Ну, ладно, окей, не получил, да и не получил. Сделал бы четыре фрага или вообще пять, как у меня была возможность, то мастер мне был бы точно обеспечен. Первое место в команде по урону. Что касается по фарму, то за вот такой великолепный, я по-другому его назвать, бой не могу. Здесь у нас получается вот такая вот билиберда. Был бы прям аккаунт, соответственно, было бы 64 тысячи, а так только 36 с половиной. И это действительно очень мало за такой классный, веселый и результативный бой. Так покупать или не покупать за 4 тысячи? Мне кажется, что 4 косаря за голую машину, это все-таки дорого. А вот в составе набора здесь уже возникает вопрос, а нужна ли вам вторая машина. Так или иначе, мое дело показать М41Д таким, какой он есть на самом деле, а вам уже принимать решение, покупать или не покупать. А смелюсь только заявить, что 10 боев подряд вот таких у вас не будет точно. Вот такие бои на нем случаются, как правило, где-то 3 или 4 боя из 10. В остальных же ваша результативность будет существенно ниже. Но то, что вы будете получать удовольствие от танка, это однозначно. Вот такой вот он М41Д. Если вы за честность и честные обзоры, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и возвращайтесь на мои видео. А для этого нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Ну и, как я уже говорил, буквально через час на канале обзор второго танка из данного набора Шмаль Турма. Ну что, друзья мои, на данный момент все. Всем благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok